друзья всем привет с вами михаил беляев и это проект технариум для всех кто желает знать и уметь больше ни для кого не секрет что youtube как и популярные социальные сети активно борется с фейками и накрутками оно и понятно это огромные деньги и каждому рекламодателю нужны реальные цифры некоторое время назад в ходе такой чистки много каналов потеряла целую часть своих подписчиков и вот снова буквально пару дней назад думаю многие обнаружили на своих каналах такую странную надпись от youtube если у вашего канала есть неактивные подписчики 13 14 декабря 18 года они будут удалены и общее количество подписчиков уменьшится звучит зловеще лично я подумал что под неактивными пользователями речь идет о тех кто подписан но к примеру не всегда смотрит самое свежее актуальное видео и если это так то это будет довольно грустненько но не будем гадать и посмотрим что по этому поводу пишет сам youtube перейдя по ссылке мы видим что тут пишут про подписчиков и как раз за то что по числу подписчиков можно понять сколько пользователей регулярно смотрит ваш контент и следит за обновлениями на вашем канале это логично но пока не очень понятно тут есть и английская версия сообщения посмотрим и ее здесь нам объясняют что мы можем заметить уменьшение количества своих подписчиков на канале поскольку некоторые аккаунты по мнению youtube являются просто спамом пишут что исправили проблему по всей видимости в алгоритме который занимается этой самой проверкой аккаунтов ну и сразу же отвечают на некоторые вопросы сказано что если такие подписчики у вас есть то после их удаления в youtube studio или classic creator studio появится баннер он будет запущен в течение следующих нескольких дней на вопрос откуда вы знаете что это спам они люди желающие подписаться на мой канал размыто объясняют для выявления этого существуют запатентованные алгоритмы заточенные на выявление именно этого самого спама и добавляют что наличие спама все равно предназначено для того чтобы каналы выглядели более популярными чем они есть на самом деле ну это как бы понятно что дальше пишут что раз это неактивные пользователи то их удаление никак не повлияет на просматриваемость канала что впрочем тоже логично если это правда ну если вследствие такой чистки число подписчиков станет меньше тысячи то в таком случае канал уже не будет соответствовать рекламным условиям и будет удален из программы ну а чтобы попасть в программу опять рекомендуют набрать снова необходимое число подписчиков но уже органичным способом ну честно говоря печально да и возникают сомнения действительно ли удалят только спам или в это количество могут попасть и реальные просто неактивные пользователи что теоретически вполне возможно но давайте посмотрим что же пишет youtube про эти аккаунты вот что понимается под закрытыми аккаунтами и неактивными подписчиками закрытые аккаунты это аккаунты которые были удалены самими пользователями или заблокированы из-за нарушения правил неактивные подписчики это подписчики привлеченные мошенническими способами например через платные сторонние сервисы а вот это уже интересно и если по первому пункту все более менее понятно то по второму не очень то есть есть много способов и это только пример на деле это может быть вполне реальный человек который попал на канал через какие-то другие источники причем не обязательно за деньги он точно также может просматривать видео время от времени и если это так то оказывать общее влияние на просмотры он может видео и не смотреть как и любой из нас так из чего же исходить считая такого подписчика привлеченным именно мошенническим способом может у них уже есть какие-то специальные базы с такой информацией ну где определенно видно что человек пришел за деньги если да то это конечно тогда уже серьезные доказательства дальше те же слова и расшифровка но только в общем а тех кто может попасть под алгоритм для примера запрещенных действий приведены покупка платных подписок на сторонних сайтах и запрет вступать в сообщество типа subscribe for subscribe участники которых подписываться на каналы друг друга ну хорошо если это все хотя мне кажется что нет взаимоподписываясь друг на друга особо аудиторию не наберешь а вот сторонние сервисы тоже довольно сомнительно они слишком разные и условия на них тоже разные да и повторюсь попасть на канал ведь можно тоже разными способами и это все необязательно за деньги что еще включено в эти понятия непонятно вот изменение количества подписчиков давайте перейдем по ссылке тут по сути тоже а там где про мошеннические способы переход на предыдущую страницу в общем по сути все это довольно размыто и по всей видимости youtube как всегда сам все решит а мы получим только результаты его действий как всегда так много вопросов и так мало ответов наибольшее сомнение вызывает сам алгоритм какие критерии он будет учитывать и как будет сортировать тех кто соответствует а кто нет остается только надеяться что в итоге пострадают только фейковые данные если они есть они реальные пользователи привлеченные огромными усилиями и различными путями так что не паникуем смотрим и ждем друзья если вам понравилось этот выпуск то не забываем подписываться на мой канал и ставить лайки репост тоже приветствуется всем спасибо за внимание и до встречи в следующем видео